друзья приветствую вас в этом видео давно я хотел записать серию из обучающих видео уроков которая была бы посвящена некоторым этюдам может быть 5 видео или 10 видео и эти этюды они предназначены для того чтобы развить полезные навыки как в практическом смысле для игры на гитаре также в теоретическом чтобы лучше ориентироваться в обозначениях на нотном листе и вчера я специально взял дочку мы вместе поехали на красивую локацию на природу горы река записали а потом когда мы приехали домой я включил видео я смотрю что все мелькает то темно то светло то темно то светло видим на камере были выставлены неправильные параметры автояркости и таким образом не очень приятно было наблюдать за картиной содержание конечно полезное но немножечко вот это мерцание но отвлекает внимание поэтому я забил на это дело решил записать в домашних условиях вот так вот на веб-камеру я буду переключаться периодически на экран для того чтобы вы видели ноты табулатуру по которой мы с вами будем играть и для начала я хочу исполнить один этюд который мы с скажу на какие моменты обязательно нужно обращать внимание вне зависимости от того какое произведение вы разучиваете так что это видео будет оно таким универсальным подойдет как для начинающих музыкантов для также для тех кто уже играет на гитаре но не до конца разбирается в некоторых теоретических моментах покажу вначале как будет выглядеть этот этюд вот таким вот образом он выглядит на четырех строчках всего в нотном стане справа внизу вы видимо меня будете видеть вот а я вижу только целиком весь листочек с нотами но когда я сыграю потом я переключусь вот на такой вот формат чтобы видна была табулатура также потому что я знаю что не все из моих подписчиков и зрителей канала могут с листа бегло считывать ноты первое время играть по табулатуре нормально но в дальнейшем конечно лучше переходить на чтение музыки с листа потому что в одном небольшом такте вот здесь вот значительно больше информации содержится чем если вы будете играть только по табулатуре это такой вариант лучше не практиковать но или по табулатуре какую-то информацию еще будете черпать если с нотного стана дополнительное внимание нужно уделять оперативную память и медленнее получается считывать музыку хорошо разочек я сыграю этот этюд а потом мы вместе с вами его подробно разберем и я расскажу что он в итоге дает какие навыки развивает музыка музыка Субтитры создавал DimaTorzok Вот такой вот этюд. Хорошо, теперь переключаюсь на экран, включу вариант с табулатурой. Но пока основные моменты мы с вами обозначим те, которые у нас относятся к нотному стану, потому что эта информация содержится именно в нотном стане. Хорошо, первое, на что мы с вами будем обращать внимание, всегда мы смотрим на тональность. Глубже мы пока копать не будем, основные моменты просто обозначим. Если у нас в самом начале при ключе нет никаких знаков альтерации, значит мы играем или в тональность до мажор, или в тональность ля минор. Это одни из самых простых тональностей для начинающих, поэтому достаточно большое количество произведений написано именно в этих тональностях. Здесь мы можем прочитать этюд до мажор. До мажор, если даже не было бы здесь написано, мы могли бы узнать, если посмотрели бы в самый конец произведения. Вот здесь вот на самом конце ноточка до находится. Поэтому для того, чтобы определить тональность, мы играем в ля минор или в до мажор, и мы всегда смотрим. Как правило, последняя ноточка, она соответствует тональности, в которой мы с вами исполняем композицию. Мы играем этот этюд в тональности до мажор. Следующий момент, на который мы всегда обращаем внимание, это размер. В нашем случае размер это три четверти, то есть в одном такте у нас должно поместиться три равномерных четвертных доли. Следующий момент, мы обращаем внимание на темп. Темп у нас анданты, и как узнать, что это за темп? Потому что иногда пишут у нас вот таким вот образом, например, одна, скажем, четвертная ноточка, вот так вот, к примеру, да, вот так вот пишут четвертная ноточка, равна 90 ударов в минуту, там, или 60 ударов в минуту, то есть на один удар приходится, на одну секунду один удар приходится. Что у нас с темпом анданты? Я пользуюсь вот таким вот метрономом, давайте запущу, тон калькулятор называется, вот здесь вот выставлен даже уже темп. Посмотрите, если мы выставим, например, темп, скажем, 130 ударов, у нас меняется он на аллегро, то есть мы играем быстро. Вот у нас слово аллегро написано, это означает быстро. Если мы поставим темп 120 ударов в минуту, мы будем играть в темпе модерато, умеренный темп. Нам нужен темп аллегро, простите, анданты, не торопясь, вот, но можно поставить 80 ударов, вот у нас уже анданты, можно там поменьше поставить, например, 78, вот тоже еще, все еще анданты. Если мы поставим, например, давайте 75, уже будет адашу, это более спокойный темп. Вот, ну, мы давайте будем играть на анданты, так же, как у нас здесь написано. Иногда, когда вы запускаете ваш метроном, у вас может выставлено быть вот здесь вот 4 четверти. Такой темп не подойдет, лучше поставить или 1 четверть, это такой универсальный темп, или, как в нашем случае, 3 четверти. В чем будет разница? Когда мы поставим 3 четверти, у нас будет 3 удара равномерных внутри одного такта. Вот, и первый удар, он будет у нас соответствовать, давайте так вот, первой доле. Вот, послушайте, пожалуйста, он будет отличаться качественно от второго и третьего. Раз, два, три, раз, два. Сейчас погромче сделаю. Два, три, раз, два, три. Вот таким вот образом. И, соответственно, мы уже понимаем, что нам в одном такте нужно уместить вот эти три удара. И под эти три удара мы подгоняем уже общий темп произведения. Вот, послушайте, пожалуйста, я сейчас включу. И вот мы играем. Новый такт. Новый. Новый. Дальше. Вот каждый раз вот этот высокий удар, он сигнализирует нам о том, что мы начинаем уже новый такт. Вот, можно, конечно, когда вы репетируете, даже не можно, а нужно выставлять темп помедленнее. Например, если мы поставим с вами темп 50 ударов в минуту, ларгу, включим метроном, у нас темп будет значительно медленнее. Поэтому играем. Вот так вот. Ну и так далее. То есть мы можем потихонечку-потихонечку повышать скорость для того, чтобы выйти на стандартный темп. Вот сколько мы с вами? 78. Там брали 78. Вот в этот темп. Три. И два. Три. Три. И таким образом можно понять, в каком темпе, задумав композитор, исполнять эту композицию. Следующий нюанс, еще нюанс, очень важный для гитаристов. Ну и не только для гитаристов, если вы играете на фортепиано или на другом инструменте, там тоже, как правило, указывается аппликатура. Аппликатура – это вот такие буквы или цифры возле ноточек. Цифры у гитаристов – это пальцы левой руки. Вот, например, цифра 1 означает указательный палец. Большой у нас поддерживается обратной стороны шейку грифа гитары, поэтому он в игре практически не участвует. Один – это указательный. Два – это получается средний. Три – это безымянный. То есть мы вот эту ноточку, вот эту, будем играть безымянным пальцем. А четыре, в нашем случае, это у нас получается мизинчик. Вот на третьем ладу, на второй стороне нам нужно будет сыграть мизинчиком. А вот эту двоечку нам нужно будет сыграть средним пальчиком. А буквы – это у нас пальцы правой руки. П – это большой палец. И это указательный. Вот П большой и указательный М средний, а безымянный. Пима получается. Вот. Ну и еще очень важный момент. Это у нас динамические оттенки. МП означает умеренно тихо, мецопиано. Дальше, если мы прокрутим по ноточкам, посмотрим обозначение, у нас вот здесь появляется крещендо, это сокращение. Мы потихонечку звучание усиливаем, громче играем. Потом мы выходим на умеренно громкое звучание мецефорта. И вот здесь вот в конце вам немножечко, наверное, попадает такая вот вилочка. Она уходит от широкого к узкому. Это означает, что мы с вами потихонечку затихаем. От громкого уходим к тихому звучанию. Хорошо, теперь давайте разочек еще пройдемся по этому этюду. Не торопясь сыграем. Будем следить за аппликатурой, смотреть, с какими пальцами нам нужно играть. Будем следить за размером. Три равномерных удара должно в такте быть. Не торопясь играем. И относительно тихо, так вот не очень тихо, мецопиано играем. И еще один нюанс. Так как у нас это партитура, в партитуре у нас содержится определенное количество партий. В нашем случае легко посчитать две партии. Мы видим, что часть нот имеет штиль вверх. Вот такая вот палочка, у которых нот, у этих нот, у них, эта палочка направлена вверх. Это первая партия. Ну и вторая партия, это ноты, у которых штили направлены вниз. Как правило, это у нас такой сопроводительный голос, как бы гармонические фигурации. Такие тихонечко мы обыгрываем. И давайте, ладно, я первую строчку сыграю. Посчитаю вслух. И еще один нюанс обращу внимание. Вот мы играем. Вот таким образом можно считать. Чтобы облегчить себе задачу, мы можем разбивать каждую долю на две части. И считать не раз, два, три, а раз и два и три. У нас три доли равномерных. Мы на первую долю с вами играем две ноточки, на вторую долю две ноты и на третью долю тоже две ноты. И мы видим, что три равномерных части в каждом такте. И в каждую часть помещается по две ноточки. Ну, вот эти ноты одновременно мы их щипаем. Интервал, мы будем считать как бы условно-то одна ноточка. И мы считаем на один счет. Вот у нас выходит раз, здесь два, три. И для удобства мы говорим раз и два и три и. И считаем дальше раз и так же. Начался новый вот этот вот линия. Говорит о том, что новый такт. Два и три и. И то же самое уже до конца. Ну, иди, давайте. Раз и два и три и. Поэтому мы играем следующим образом. Раз и два и три и. 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 Ну, и так далее. И еще парочку моментов, на которые хочется обратить внимание. Первый момент, он связан с партитурой. У нас ноты, которые вверх, в теле направлены, как правило, это мелодия. Поэтому мы их будем играть погромче. А ноты, которые направлены штилем вниз, это второй голос, это сопровождение такое гармоническое. Будем их помягче играть. Поэтому громче мы играем в данном случае на первую долю ноту и на третью долю. На первую долю, вторая тихонечко, на третью долю. Ну, и так до конца играем. И еще здесь очень такой интересный нюанс. В музыке называется это педаль. Это явление, когда у нас определенное количество раз повторяется одинаковая ноточка. Вот мы видим, что у нас вот эти нолики, вот эта нота соль, она периодически повторяется на протяжении практически всей композиции. Вот мы играем ноль, 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 опять ноль, вот эта вот соль. Ноль, 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 опять ноль, 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 ноль. И вот здесь аж пять раз подряд. В музыке называется это явление педаль. Хорошо, давайте мы прям по очереди одну за другой строчкой сыграем. Вместе посчитаем, на некоторые нюансы обратим внимание. Начинаем играть умеренно, тихо, не торопясь. И вот эти ноточки, которые вверх штелями у нас будут, играем погромче. Раз, и два, и три. Раз, и два, и три. Раз, и два, и три. Громко. Раз, и дальше все время тихонько. И два, и три, и. Все, первая строчка у нас закончилась. Двигаемся дальше. Играем вторую строчку. Здесь сразу я вижу небольшую опечатку. Давайте мы ее исправим. Вот эта вот восьмерка, она здесь ни к чему. Ее играть не нужно. Эта программа неправильно просчитала эту болтуру. Мы играем только троечку. В нотах, кстати, те, кто играет по нотам, вы большие молодцы. Здесь у нас все грамотно написано. Играем сначала этой строчки. Раз, раз, и два, и три, и. 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 Сыграли с вами эту строчку. Теперь двигаемся дальше. Третью строчку играем. Обратите внимание, что мы с вами поярче щипаем ноты, которые у нас направлены штилями вверх. Вот это и поярче будет, и эта ноточка. Это громкая, остальные все тихонечко будут ноты звучать. Дальше у нас будет здесь вот такое вот сокращение. Крещендо означает, что нам потихонечку нужно усиливать силу звучания ноточек. То есть мы начинаем от умеренно-тихого звучания. Потихонечку, 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 громче, 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 громче. И выйдем с вами на умеренно громкое мецефорте звучание. Хорошо. Играем сначала вот эту вот строчку с ноты ре, с этой троечки. Раз, и два, и три, и громко. И все пять, тихонечко. Дальше играем крещендо, потихонечку повышаем от тихого громко. Раз, и два, и три, и раз, и два, и три. И вышли на следующую строчку, заключительную. Уже здесь максимально громко с вами будем играть. Давайте я немножко свое видео так вот наверх, ой, простите, перетяну свое видео наверх, чтобы поместилась эта строчка у нас. Вот так вот. Играем сначала эту строчку. Вот мы вышли на максимально громкое звучание. Давайте вот начнем в контексте, чтобы она звучала. С предыдущей строчки я начну. Вот она во мне помещается в кадр. Но когда я переключусь на эту строчку, я вам скажу. Вот я начинаю с предыдущей строчки. И вышли вот на начало строчки. Раз, и два, и три, и раз, и два, и три, и. И в заключении всегда мы можем немножечко еще замедляться, спускать не только громкость, но и темп, чтобы мягко-мягко зайти на посадку. Раз, и два, и три, и. Ой, простите, там си. Три, и раз, и два, и три, и. Вот таким вот образом у нас получается звучит этот этюд. Значит, что мы с вами развиваем, исполняя, разучивая этот небольшой этюд, эту композицию? Первый момент. Мы учимся грамотно с вами высчитывать доли. В нашем случае три четвертных доли. И помещаем в одну долю две ноточки. Второй момент. Мы следим за аппликатурой правой руки. Вот. Постарайтесь, если будете разучивать этот этюд, сыграть именно с той аппликатурой, которая у нас рекомендована. Потому что таким образом вы уже закладываете фундамент для того, чтобы правильно играть правой рукой. Это очень важно. Потому что если неправильно сразу заложить фундамент, потом техника будет страдать. Вы не сможете качественно и быстро играть более сложные композиции. Третий момент. Мы следим за импульсом, за силой щипка. Мецепианы играем чуть-чуть помягче. Аккуратненько щипаем струны. Когда у нас увеличение громкости, мы от более слабых щипков к более сильным уходим. Здесь мы выходим с вами на максимально яркое звучание. Сильно щипаем. Ну и в заключении, там вы помните, у нас такая вилочка. Мы потихонечку затухаем. И плюс ко всему, внутри каждого такта мы следим за партитурой. Вот если мы, к примеру, возьмем с вами вот этот вот такт. Здесь у нас всего одна яркая громкая вот эта вот ноточка, которая вешатель. А остальные все ноточки мы стараемся играть мягко. Вот эта педалька звучит аккуратненько. И мы не одним и тем же пальцем играем, вот там указательным только щипаем нолики, а чередуем, потому что у нас вот здесь вот аккуратненько нужно щипнуть указательный, средний указательный, средний указательный. То есть чередуем вот таким вот образом. Раз, и он чередуем. И дальше чередуем. На этом я думаю, что нам можно завершить данное видео. Репетируйте, занимайтесь. Надеюсь, что к следующей неделе я опубликую еще один такой небольшой видеоурок, где мы тоже разберем один полезный этюд, который поможет вам также потихонечку-потихонечку двигаться к совершенствованию вашей игры на гитаре. Хочу пожелать на этом всего самого наилучшего. Крепкого здоровья, любви, добра и мира. Всех благ.